Мы можем на ходу перепроектировать и уже второй сделать уже другой конструкцией, и дальше уже третий или четвертый запустить какую-то серию. Ну вот таких изделий было около 100 штук. Студенту четвертого курса Ивану Цаулину нравится изучать все, что связано с двигателями и энергетическими установками. Будущий специалист уверен, чтобы разбираться в сложных процессах, одной теории недостаточно. Нужна постоянная практика. А лучше всего ей заниматься в стенах своего родного университета. Легче всего дается подготовка машины, подготовка порошков, просто физический труд. А сложнее всего подготовка сложных и интересных файлов. Иногда детали бывают с очень сложной геометрией, и чтобы подготовить ее для грамотной печати, нужно действительно постичь и подумать. Организовать производство собственных деталей или инструментов теперь не мечта, а реальность. И при этом не нужно вытачивать изделия вручную. Всю работу за человека сделает машина. 3D-принтер изготавливает детали из металлического порошка и других материалов. Компьютерные программы для этого разрабатывают ученые. А будущие инженеры, студенты университета имени Королева, в лаборатории отрабатывают умения и навыки. Мы реализуем такой принцип. Это подготовка через проекты, то есть через практикоориентированную деятельность. И ребята ко мне приходят в лабораторию, наверное, уже на первом курсе. Мы их развиваем, ставим через практику, ну и, конечно, приветствуем все их инициативы. То есть, если можно посмотреть на нашем выставочном стенде, большое количество работ именно инициативных ребят. Огромные машины не пугают и Вадима Хупуддинова. Учиться конструировать двигатели для самолетов и ракет интересно, рассказывает студент третьего курса. А когда есть лаборатория, где для этого созданы все условия, вдвойне увлекательнее. Есть возможность напрямую пощупать оборудование, познакомиться с основами, как оно, в принципе, работает, и на чем строится сам процесс изготовления. Чтобы стать мастером своего дела, важно получать знания под руководством опытного наставника, который в случае необходимости поддержит советом и поможет. Напомним, 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События.